привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и сегодня мы вспомним одну классическую качественную задачу по физике о которой нам напомнил один из наших подписчиков пусть в комнате стоит работающий холодильник и мы открываем дверцу этого холодильника и даже открываем морозилку спрашивается станет ли воздух комнате от этого холоднее вот с этим вопросом мы и будем разбираться и я сейчас буду изображать принципиальную схему тепловых потоков а как работает холодильная машина в деталях мы обсудим как-нибудь в другой раз здесь у меня на схеме зеленым показаны стенки комнаты синим стенки холодильника вот это розовая деталь это испаритель и конденсатор собственно тот те элементы которые обеспечивают передачу тепла из холодильной камеры наружу мне имеется электродвигатель который приводит в действие эту установку и сиреневым показан провод по которому будет подводиться электроэнергия значит я буду считать что на старте у меня температура в комнате и снаружи комнаты одна и та же дверца открыта и та же самая температура воздуха и внутри холодильника теперь я дверцу закрываю и включаю холодильник в сеть у нас по проводу поступает электрическая энергия вот эта самая важная стрелочка ну сейчас двигатель работает на полную мощность и он начинает перекачивать тепло из холодильной камеры наружу покажу вот этой стрелочкой если мы приложим руку к задней стенке холодильника мы почувствуем насколько она горячая холодильник по отношению комнате работает как нагреватель значит воздух в холодильной камере становится холоднее холоднее снаружи горячее горячее немножко конечно потому что это объем большой объем камеры маленький но тем не менее за счет разности температур у нас возникают тепловые потоки которые направлены из комнаты в камеру ну и в итоге у нас устанавливается ситуация баланса когда вот эти две стрелочки тепло которое сюда втекает вытекает одинаковые ну и между прочим в этом режиме у нас уже не требуется подводить столь много электрической энергии мы на старте подводили много чтобы холодильник быстрее остыл а теперь там тепловое реле срабатывает двигатель то включается то выключается ну как раз чтобы обеспечивать вот этот тепловой поток ну и вот эту циркуляцию тепла но если мы посмотрим на картинку то мы видим что баланс еще не сходится потому что энергия входит внутрь комнаты ну и когда все должно ее там больше больше и больше становиться воздух нагреваться но это конечно не так потому что есть еще одна стрелочка и это тепловой поток из комнаты наружу через стенки ну и теперь у нас баланс установился сколько энергии втекает по проводам столько энергии вытекает и вот это вытекание но она связана с разностью температур внутри и снаружи потому что тепловой поток вообще пропорционален наружу пропорционален этой разности а что теперь произойдет когда мы откроем дверцу но я вот про эти две стрелки вообще ничего не говорить не буду потому что но установится некоторый баланс но для установления такого баланса нужно будет чтобы двигатель работал постоянно теперь его тепловое реле уже отключать не будет это значит что вот эта стрелочка станет больше у нас ходит больше энергии в комнату ну а поскольку баланс и выходить будет тоже больше сюда прикладывают тоже большую стрелочку а раз тепловой поток вырос это означает что и разность температуры выросла ну значит у нас внутри комнаты температура повысилась при открытой дверце холодильника ну и собственно говоря мы получили ответ на исходный вопрос и конечно здесь еще можно задавать вопросы о том что происходило в переходных режимах и ваши соображения на этот счет вы как всегда можете писать в комментарии к этому ролику на ютубе м м м м м Субтитры подогнал «Симон»